МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины при нём меня на телеканале Беларусьчатры Гродно. У студии Вольга Пелянчук. Вітаю вас и глядите сегодня у выпуску. Четыре специализованной машины отримала под станцией худкой допомоги номер 3 у Гродни. Три рыбака провалилися под лёд на озеро у Сморгонским районе. С початку года у регионе уже зарегистрована два випадка бутулізму. Звышь четырех тысяч садженсов высадят у Принюмене тягом акции «Тидень лесу». Одним из пунктов повышения ходкости принятия медиками эффективных решений и качества оказания допомоги, з'является удосконаление материально-технической базы. Говорка и про обновление парка машин. У этой совязи в 2021-м у регионе пройдя масштабная работа. Так, первые запланованных новые спецаутомобили были передадены под станцией худкой допомоги номер 3 у Гродни. Тутайший аутопарк пополнился одразу четырма новинками. Инициатива передачи належит ветеранам областного отделения белорусской громадской организации ветеранов КДБ «Гонор». Ура-6 церемония с этой нагоды отбылась за делом старшини Абл-Ваканкама у Владимира Караника. Сегодняшнее событие – это результат работы как действующих сотрудников силового блока, так и ветеранов Белорусско-общественного объединения сотрудников КДБ «Честь», которые сейчас работают в разных местах, в том числе и в частном бизнесе. И было проведено большой объем работ, результатом которой явилась передача четырех современных автомобилей скорой помощи для службы скорой помощи города Гродно. И это только начало процесса обновления парка санитарного транспорта. В течение этого года из разных источников планируется передать в систему здравоохранения области 30 машин. Это просто, наверное, как дань уважения медицинским работникам, которые в это непростое время. Каждодневно, без всяких там, говорится, приукрашиваний, они героически противостоят этой вот, то, что на нас навалилось это. Поэтому это вот как уважение к ним еще раз высказать. Ну, и я думаю, что эти автомобили, они в какой-то мере, так сказать, помогут решать им вот эту задачу по сохранению здоровья нашего населения, нас в том числе. Сегодня в Гродне прасует 36 бригад худкой допомоги. У их распоряжения 41 автомобиль. 60% машин старые ше за 5 годов. Это немалый термин. Знос специализованных транспортных сродков за особливого режима працы и тяжких умов эксплуатации отбывается в некольки разы ухудшей из вычайных автомобилев. Тому для супрацовников службы экстренной допомоги по ширине транспортного потенциалу на самой справе не роскоша, а штатенная необходность. А для пациентов гарант якости допомоги. На скорой помощи считается, что автомобиль используется в 2,5 раза 3 интенсивнее, чем любой другой автомобиль медицинской службы. Ну, в любом стационаре, поликлинике. Потому что они работают только рабочие дни, а у нас и ночи, и выходные, и праздники, и все. Поэтому пробег из этих 60% 11 автомобилей старше 10 лет. Вот их надо менять срочно. Расповсюдживание коронавируса эпидемии, с якою сутыкнулся Су-Свет и Беларусь, показало, что система ховоздоровья и ее потребы могут стать поставой для умасования супрацовництва помеж затековленными службами и организациями. Передальше третьей подстанции худкой допомоги новых машин один спадыходов великой работы по протидейни ковид-19. В Гродинском регионе омаль 5 тысяч удельников в Беларуси подтримали инициативу створением на основе громадской организации политичной партии. Поведомили у областным совете громадского объединения. Як ведомо, Беларусь в найбольш массовой Украине организация, ее удельниками изъявляюся около 200 тысяч беларусов. Только в Гродинском регионе у ее рода хамаль 20 тысяч человек. 25% из них уже выказали жадание уступить у склад новой политичной структуры под рабочей назвой «Партия народного одинства». Як огучено попереднее, головным аспектом ее работы станет консолидация громадства. Усе подробязности у рубрицы «Комментары дня». Время не стоит на месте, и мы видим, что действительно наша общественная организация созрела для того, чтобы трансформироваться в политическую партию. Цели партии мы тоже все прекрасно знаем. Это все политические партии так или иначе борются за власть, но наша основная цель все-таки общественное объединение «Беларусь» была, есть и останется. Это консолидация гражданского общества, и все делать для того, чтобы наша страна поступательно развивалась, для того, чтобы мы были, сохраняла социальная стабильность, чтобы мы понимали, слышали друг друга, и чтобы Республика Беларусь, то, что уже сделано, вот этот базис основной, он не был разрушен, а с этого базиса мы шагнули дальше, вперед в будущее. Обсуждались, будут обсуждаться, естественно, различные варианты. Ну, один из вариантов – это создать новую политическую структуру с сохранением общественного объединения. Второй вариант – это создать на базе общественное объединение. Наверное, второй вариант более оптимален, потому что для создания партии, безусловно, нужны и штаты, и ресурсы, и членства, и так далее. У нас есть общественное объединение, своя структура. У нас есть штатные работники, которые работают. У нас есть офисы, которые мы платим за аренду. Причем ошибочное такое мнение у граждан иногда существует, что Беларусь подпитывается какими-то средствами из бюджета. Нет. Мы самодостаточная организация, которая финансируется за счет членских взносов. Мы не просим какой-то поддержки у бюджета и так далее. Мы существуем за свои финансовые ресурсы. Поэтому у нас сейчас как бы все и есть. И структура, и механизмы отработанных взаимодействия. Есть у нас районные структуры, есть первички в организациях. Поэтому, наверное, трансформироваться в политическую партию, наверное, это будет более закономерно. Политическая партия, конечно, это более широкие возможности для участия в общественной политической жизни страны. Мы это прекрасно сознаем. И политическая партия, она должна все-таки на нашем усмотрении. Такое проектное название партии народного единства. Все-таки консолидировать общество и выражать цели, может быть, мысли и те мнения, которые существуют у большинства населения нашей страны. Безусловно, в любом политическом обществе, общественном политическом обществе, гражданском обществе есть оппоненты власти, есть партии, которые поддерживают действующую власть, есть партии вообще, так скажем, деструктивной направленности, которые ставят целью уничтожить, извините меня, все и создавать что-то новое. Нет. Все-таки основной целью, еще раз подчеркиваю, нашей партии, если она, в общем-то, будет создана, если поддержит члены общественного объединения «Белая Русь» эту идею, это будет консолидация гражданского общества во имя процветания нашей любимой страны. В рабочие группы мы включим, наверное, самых таких, ну, наших ветеранов общественного объединения «Белая Русь», людей, руководителей районных организаций, некоторых первичек, которые очень хорошо себя зарекомендовали как активные, действительно, члены общественного объединения «Белая Русь». Люди, которые имеют свою позицию, люди, которые имеют, так скажем, свое мнение и умеют это мнение отстаиваться. Думаю, в рамках этой рабочей группы мы все, так скажем, нюансы создания политической партии обсудим. Что касается областной организации, то это трансформация, к этой трансформации мы уже были, в общем-то, давно готовы, и с этой инициативой создания политической партии мы неоднократно выступали. Я хочу подчеркнуть, что вот этот прошедший год был, так скажем, не совсем простым, это и ковидная ситуация, это и попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию после выборный период. Вместе с тем, общественная организация, общественное наше объединение сохранило и свою структуру, и штатную численность. У нас произошло, кто-то надеялся, что произойдет развал этой организации. Нет, мы еще пребываем, и к нам идут новые члены. ПОДАДЗЯНЫХ МИНЕСТЕРСТВА ХОВОЗДАРУЮЄ ЗА ОПОШНІЕ СУТКИ У БЕЛАРУССЯ ЗАРЕГЕСТРОВАНО 1 тысяча 236 пациентов с COVID-19, выписано 1 тысяча 308. Усяго с початку пандемии у Беларуси зарегестровано 323 тысячи 43 человеки с остановшим тестом на коронавирус. Вылечилося 313 628 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. За весь период расповсюживания инфекции померло 2257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минулые сутки выконано больше за 20 тысяч тестов. У Гродинской области с початку года зарегестровано 2 выпадки батулизму. Потерпелые уживали продукцию хатнего выработка, а минавито – консервованные грибы. В первом случае Жехар и Страуса отродился солянкой со слойка. В другом – мужчина с Гродно трапил у реанимацию после уживания супа с сушеных закатанных грибов. Суп не может являться для отравления, потому что он подлежал кипячению и так далее. Но человек здесь ошибся в том плане, что сразу во время кипячения погибают споры и палочка батулизма. А когда постоит, обратно выделяются токсины и пища снова становится несъедобной. Как свежать медики, клиничные предметы захворывания проявляются после инкубационного периода, которые продолжаются от 2 до 36 годин. Протяглость залежит от колькости трапившего в организм токсину. В любом выпаде летальность от батулизма при несвоечасовом увядении специальной сыроводки – великая – до 70%. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Для батулизма характерно есть клиника. Резко падает зрение. И они, как правило, первыми шагами идут куда? К окулисту. Потом очень затруднено дыхание. Вот проклотить пищу очень трудно. Они идут куда? К отренгологу, к лор-врачу. И потом только, когда это не проходит, а только усиливается, потом врачи любого профиля направляют к инфекционисту или ставят вопросы, батулизм под вопросами, направляют в инфекционную больницу или к врачу-инфекционисту. Что и произошло в двух последних случаях. Повод для известных областной службы гигиены и эпидемиологии. Грыбные консервы – лидеры сирот небеспечных для здоровья, нарыхтовок, ухатних умовок. У небеспечным широку так само соленое и вяленое мясо у ласной консервации и рыба. Больше редки, однако, оттого не меньше небеспечные выпадки отручения городни на исхатних слоеков. До прикладу – огурками и томатами. Громадянки Эритреи и Эфиопии спробовали порушить белорусско-польскую мяжу. Такие факты зарегистрованы в Гродзенском районе. Мясовые жихары зауважили невядомых, которые накировались в бок мяжи и поведомили про это на погранзаставу Брозги. Худка нарад затрымал 31-годовую жихарку Эритреи и 21-годовую грамадянку Эфиопии. У Радженка Эфиопии за несколько дней до затримания приезжала в эту мясовость. Пограничники провели женщиной тлумачальную гутарку на конт-правилы пересечения мяжи. А ледяучина отшукала сподорожницу, с которой и спробовала порушить мяжу, как опынуться в Евросоюзе. Порушальницы доставлены в изолятор часового утримания. По факте распочаты администрационный процесс. За отриманных чекает депортация с забороной уезда в Беларусь до 5-й годов и штраф. Три рыбака провалились под лед на озеро в Сморгонском районе. Не у водного с них при себе не было сродка у выратования. Поведомление про то, что в водоеме, неподалеку от везки Крэва, тонуть мужчины, отримал диспетчер Сморгонского районного отдела МНС. На место выкликум терминово накировался нарад. Два мужчины находились прикладно в 5-10 метрах от берега, где глубина складая больше за 2 метра. Кинутые им круг и вярука допомогли протрыматься до пробыся группы выратования на водах. Третий рыбак находился у 30 метров от берега. Он и поведомил по номеру 101 обздорении. Сам спробовал допомогший товарищам, а не провалился под лед. Выратованные были передать на бригаде худкой медицинской допомоги. Два их с диагнозом переохолоджения доставили у ЦРБ. Узрост рыбаков 69, 54 и 49 готов. У першыню тема «Бяспека дятей» стане основой дипломных работ студентов, будучих педагогов. Гэта будзе выникам нового узровня супрацовніства областного управления МНС и университета имя Янки Купалы. Тесное взаимодзение по самых разных напрямках установы вядуть давно. А вось основы «Бяспечная житядейнасти» – новый напрямок, який отрымау практичное увасабление у конкурсе «Студенты безпека. Будучи не» и фестивали «Бяспечное дятинство». Юлия Юхневич расскажет. Сёння особливый день для выхованца у дитячого садка номер 45. Студентка третьего курса педагогичного факультета Купаловского университета пришла у гостя до деток с адмысловой программой. Вядомый персонаж мультика, у якого первого особилася девчина, пропоновывал выхованцам предметы, с якими гулять не дозволяется. Выступая в роли фиксика, сегодня всем известного детям персонажа, мы пытались донести правила безопасности детям, как и в быту, как пользоваться электроприборами, как вызвать правильно пожарных. У такой познавальной форме детки замацовывают правила безпеки. Особливо гэта актуальна напереда дни надыходячих летних каникулах, калі дзяти больш часу проводять на вулице і дома без нагляду. Батькі не заусёды могут ў полным абйоме данесі своим малечам правила безпечних поводинок при узникненні самых розных надзвичайних ситуацій. Мы очень надеемся, что участие в данном образовательном проекте позволит нам повысить уровень осведомлённости наших воспитанников по основам безопасности жизнедеятельности, и не только у воспитанников, но и у всех участников образовательного процесса. Для студентов это не только реализация своей профессиональной направленности, именно педагогической, но и совершенствование этих навыков, и их непосредственно практикоориентированный характер в будущей профессиональной деятельности. Вучыць основы безпечной жизнедеяності треба з дитячого садка. С таким посылом стартовавал новый сумесный проект МНС і университета. У їм примае удзел волонтёрский отрат под назвой «Житё без небезпеки». У яго родах студенты педагогічного факультета. Выратавальники провели для їх уже тематичные семінары. Цяпер справа за молодымі, які отрыманными ведамі будуть дзялиться с выхованцами садков і са школьниками молодших класов. Для гэтага будучія педагогі беруть на узброєння гульні викторыны і конкурсы. Занятки распрацовываються з улікам узросту дзятей. Мне очень хочеться надеяться, що этот совместный проект позволит нам избегати цих чрезвычайних ситуаций. Їх буде менше, а життя і здоров'я наших дошкільників, младших школьників, студентів, будуть защищены знаннями того, що треба зробити. Коли об'єдіняються такі серйозні і важні дві професії, як педагоги і спасатели, в реалізації однієї ціли – учити наших дітей в безпасній житті деяційності. Ми віримо, що це у нас все получиться, і наші діти будуть образовані в цьому направліні. Міркується, що новий проєкт про безпеку стане безтерміновим. Каб одновлять веды, семінары для студентів будуть проводяться раз у квартал. А пасля із улікам на запашеній базі студенти-педагоги напішуть дипломні роботи, потім з'явіться методичні матеріали. Усього це стане своєсобливими допоможніками для педагогов-практиків, які у своїх установах змогуть використовувати приклади і підказки у роботі з дітьми. 25 копеек у пунктах продажу, 20 на ділянці. Така ціна установлена на біарозовий соку в цьому годі. З першого красавіка на рихтовку і реалізацію вітамінного напою розпочав гродзінський лязгаз. Набыть себе розовик можна у спеціально організованних кропках у обласному центру і в'язці Багушівка Гродзінського района. Сюда приїхав, ніяких вопросів. Набрав, вон, тебе, скільки їмкостей взяв. Ми заготавливаємо, к примеру, 160 литрів. Нам достатньо на зиму. Ми починаємо сок піти в октябр, вот так, коли зимні місця починаються, і нам до марта хватає. У нас осталась последня банка, ми переливаємо її в бутылки пластикові і ложимо в холодильник, щоб він був холодний. Вон, вкусно. От уїжджали, малой достал последнюю бутылочку. А ось і все. А воно поїдемо з мамою, будемо робити по-новому. План на рихтовки на бягучий год для Гродзінського лязгаса – 300 тисяч тонн. З літочніга в опыту прикладна палова з гетага накерується на перапрацовжі продприємства Гродзінського района. Остатні – на продаж насильніству. До слова реалізація Бярозовіку організовано што дня. І протягується, як кажуть, пакуль не сконшиться на рихтованый за день запасоку. Попыт на вітаміны продукт зауважны. Навод, коли цягом дня, здараються перапынки, люди застаються чакать шарговую парту Бярозовіку. Як довго буде істи сок, ліснікі прогнозувати не беруться. Кажуть, усе буде залежить однодвор'я. Сезон заготовки сока буде зависеть непосередньо от погодних условий. Так, допустим, якщо погода буде относительно холодна, температура воздуха не буде превышать градусів 10-15 дневная, то заготовка сока растянется во времени. І, возможно, буде іти даже до числа 20-25 апреля. Якщо же, як сьогодні, буде стоять теплая погода, то сок може быстро закінчиться. Тягом тыдня лесу у Гродзінской області буде высаджено більше трох тысяч саджанців на площі у 750 гектару. Республіканская доброхотна акція пройде у Беларусі, у Тымліку і у Прыньомані з 3 по 10-е красавіка. У традиційному мероприємстві, як чакається, примуться дзіл каля 6 тисяч жахаров регіона. Катерина Бенадасюк про те, як підрихтоваліся до акцій у Гродзінськім районі, і хто першим посадить лес. Для вращення сіянців в середнім уходять 1-2 роки. Минимальний срок вращивання – це 1 год для сасны. Вона в возрасте 1 року вже годиться на посадку, становиться стандартной по размерам. Більше времени уходять на сіянці-єлки. Вони вращиваються 2 роки, а також после цього пересаживаються в вплотненніші школи, де вращиваються ще 2 роки. В общій сложності ель вращиваються 4 роки на питомніці. І тільки після гэтага саджанці і сіянці відправляються у лес. Більшість матеріалів з гадовальника відправиться у горське лісництво. Там все літа як і летось – самая масштабная посадки. Тут будуть адновлены калі 300 гектарів знищених пожаром у 2019-м. Тут я ще до офіційних старту акції. Тодзінь лісу уже кіпіть робота. Посадкай займається колектив другой гродзінській школи. Хороша можливість вибратися на природу. Вместе с колективом. Ну і ліс, конечно, це інтересно. Це, ну, як з дитства нам і розказували, що деревя растуть довго. Тому кожна срублення должна заміниться несколькими посадженними, поки це все придет в красоту таку. Люди приїжджають, садять. Тобто це море впечатлений. Свежий воздух, ліс. І остається в пам'яти на долгі годи. Технологію посадки маленьких сіянців, які прозгады перетвориться у величній сосні, освоюває у Ладіслау. Йон разом з маті планомерно крочить поборозні і для кожнах дреуця знаходзіць своє місце. Мама прийшла до мене, предложила с'їздити, посадзіць ліс. Делати хороше діло, я согласілся. Ми приїхали, сажаєм ліс. Важной місією такі выход на природу обозначу для себе і 11-класник Кирил Комісару, у якого до новокольного сяродзі особливі подшуці. Так як я жил і рос в цих краях, мені дуже важливо, що здесь, пусть і через багато років, буде так ж красиво і прекрасно, як було раніше. Хочеться, все-таки, коли я повзрослею, приводити сюди своїх дітей, щоб вони наблюдали за цією красотою, за якою хочуть чуть-чуть, але стоял їх отец. Ми в ближайшній дні планируємо і ще виїхати з педагогами і активно підключити не тільки педагогічний колектив, але і учащихся наших старшокласників, які вже з'явили жилання. До речі, як і летось, мінавіта на гэтам участку буде розгорнута робота студентських отрадов. Селітній з'яленый десант – три отрада гродзінських коледжів. Принять у делу посадці лесу може кожен ахвотний. З третяга по десятая красавіка тягом акції «Тыдень лесу». В цьому році по Міністерству лесного хозяйства об'явлено год лесних культур, тому як не можна краще, всі ці масові, масові допомоги, вона була, як, дуже була б істати. Ніхто не залишається без увагу, і всі-все желаючі будуть доведені, і будь-яка допомога буде прийнята, буде благодарність, ну і, звісно ж, якісь мелкі сувеніри, приєтні якісь бонуси, моменти від лесного хозяйства об'язково теж будуть. Усяго ж у Гродзінській області ціхом республіканській доброхвотній акції буде высаджена калі 4 200 саджанців. Лес буде одновлений на площі у 750 гектарів. Як планується масштабная акція, проведена сьоліта у 14-й раз, об'ядная калі 6 тисяч жахарів пронеманського краю. І на цьому я розвитуюся до наступних зустріч у ефірі. У п'ятніцу другого красавіка у обласным центру чакається перамінная воблачнаць, махчым і невялікий дож. Раніцей слупок термометра пакажа калі 2 градусів цяпла, днём да плюс 8, а вечарам да плюс 4 градусів. Ветер пауночна заходній 4-5 метрів за секунду. Атмасьферный тиск 749 мільіметрів ртутнага слупка. Вілігодність па ветра калі 86% раніцей, 49 днём і 72% вечарам. З улікам ўсіх метрологічных дадзіных, адшувайма температура па ветра на працягу дня будзе вагацца ад минус 2 да плюс 3 градусаў. У районных центрах другога красавіка на двор'е будзе наступным. У Вялікай Бераставіцы, калі а 2 градусаў цяпла раніцей, да плюс 8 днём і да плюс 3 вечарам, перамінная воблачнаць без апаткав, ветра паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. У свійслачы, мостах і карылічах, калі а 2 градусаў цяпла раніцей, да плюс 8 днём і да плюс 4 вечарам, перамінная воблачнаць невялікі дождь, ветра паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. У Валкавыску, зэльві і слоніме, калі а 1 градуса цяпла раніцей, да плюс 8 днём і да плюс 4 вечарам, перамінная воблачнаць без апаткав, ветра паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. У Шчучыне, іўі і дзятлаве, калі а 1 градуса цяпла раніцей, да плюс 7 днём і да плюс 4 вечарам, воблачна невялікі дождь, ветра паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. У Лидзе і Смаргоні сіноптыкі абяцаюць, калі а 1 градуса цяпла раніцей, да плюс 7 днём і да 3 тяпла вечарам, воблачна невялікі дождь, ветер паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. У Воранове, Астравцы і Ашмянах, калі а 0 градуса раніцей, да плюс 6 днём і да плюс 3 вечарам, воблачна чакайцца невялікі дождь, ветер паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. У Новогрудку, калі 0 градуса раніцей, да плюс 6 днём і да плюс 2 вечарам, воблачна невялікі дождь, ветер паўночна заходні 4-5 метраў за секунду. Згодна з гістуриў метаназіранняў, мінімальна темпіратура па ветра, якая бала зафіксавана ў Гродні другога красавіка, 6,6 градусаў морозу. Здарлася гэта ў 2003 годзе. Максимальна темпіратура па ветра, зазначена ў другога красавіка ў Гродні, 22,6 градусаў цяпла. Рекорд належыць 2017 году. У районных центрах найхаладній другога красавіка було ў Новагрудку ў 1963 годзе. Хлупок термометра пустіўся тады да 9,3 градусаў морозу. Найцяпліў гэты дзень було ў Ваўкавыску ў 2017 годзе. Було зафіксавана 23,2 градусаў цяпла. Гэмагнітная сітуація ў пятніцу другога красавіка будзе даволі спрыяльной. Сонічны акты ў насті не перавысіць ў зроўню невялікі ё магнітных хваляваннеў. Узыход солнца ў 6,1 55 хвілін, захад ў 20,02. Цветлавы дзень ў параўнані с чатвергом павялічыцца на 4 хвіліны і складе 13,1 7 хвілін. Па місяцовым календары – старый месяц. А дакладній другога красавіка ў 0,1 42 хвіліны пачынаецца 20-ый дзень місяцовыха цыклу. Дзень кармічных зваротаў, самы час падумаць пра сутнаць сваего жыцця і ўчынкаў. Ідеальны дзень для разнастайных духовных практик, накераванных на прасвятлення і тренировку сілы духу. Таму ў целым пажадана застацца аднаму. Спруяльны час для творчай, крапатлівай і удумлівай працы, якая не патрабоў работы ў камандзе, а так сама для актыўнага адпачынку або адцікавага падарожжа. Другога красавіка па каталіцким календары – Вялікая пятніца. У гэты дзень абавязвае вельне стіслы пост. Вернікі актыўна рыхтуюцца да святкавання Вялікадня. А крам'я таго, зноўже каталіцкі календар ўспамінае святога Францішка, пра якога ў народзі казалі так «На святога Францішка зярнят шукаеў полі мышка». На Францішка ў теплый год пачыналі засеўкі. Па православным календары друхога красавіка ім'яніны ў Аляксандра, Віктора, Германа, Івана, Максима, Мікіты, Цяргея і Святланы. У каталікоў дзень аньола адзначаюць Марія, Віктор, Францішак. Марія, Віктор, Францішак.